Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Мне не очень нравится зима. Здесь есть любители зимы? Я помолюсь за вас после служения. Я предпочитаю лето. Среди вас есть такие же? Мне нравится Вирджиния Бич, потому что здесь почти весь год солнечно, и это чудесно. В зиме мне нравится только Рождество. Я люблю Рождество. Я всегда предвкушаю 30-ти градусный мороз и снег. Еще зимой мне нравится джакузи. Мне нравится хорошая горячая ванна. Когда на улице холодно, морозно, нет ничего лучше горячей ванны. Но нет ничего хуже, если ваше предвкушение горячей ванны после уличного холода не оправдалось. Вы выходите из отеля и с предвкушением мчитесь к джакузи, но вода в ней той же температуры, что и в бассейне. С вами такое бывало? Когда я был подростком, у нас во дворе тоже стояла джакузи. Однажды мы с братом очень замерзли и решили согреться в джакузи. Нас ждет горячая ванна. Мысль о горячей ванне нас воодушевила, потому что на улице было очень холодно. Джакузи стояла в трех метрах от входной двери. Мы знали, что на улице холодно, и, глядя на джакузи, понимали, что к ней нужно мчаться пулей. Нужно было выбежать во двор, скинуть одежду и бегом мчаться в ванну. Мы настроились на горячую ванну, и, добежав до нее, быстро сняли с нее крышку. Никому не пришла мысль посмотреть вовнутрь. Мы просто прыгнули в ванну. Но всплеска не было, только страшный холод. Мы прыгнули в пустую ванну. В ней было сантиметров 15 ледяной воды, которую мы и приземлились. Какое же это было разочарование. Пару недель назад мы всей семьей отправились в Диснейланд. Там, где мы остановились, была джакузи. Было холодно, и увидев эту ванну, мы очень обрадовались. Я посмотрел температуру воды, 27 градусов. Это как-то мало. В отеле пообещали, что на следующий день температура будет выше. Я обрадовался, и на утро вновь пошел смотреть температуру. 31 градус. Этого опять мало. Не люблю мерзнуть в джакузи. Однако мои родные так хотели там погреться, что я счел такую температуру вполне сносной. 31 градус. Достаточно тепло, чтобы потерпеть, и достаточно холодно, чтобы злиться все то время, пока вы там сидите. Мы пробовали там минут 10 и вышли. Я решил проверить температуру 38 градусов, но эти цифры не соответствовали температуре воды в ванне. Я решил прийти на следующий день. Вдруг поднимется до 39. На следующий день в ванне по-прежнему был 31 градус. Отец сказал, пойди и посиди там, раз уж ты так любишь ванны. Я возмутился. Папа, там холодно. Мне не нравится то, что я вижу на термометре. Наверное, вы сидите здесь и думаете, Джош, а к чему ты ведешь? Сегодня я хочу вынести на обсуждение такую проблему, когда мир смотрит на церковь, и ему не нравится то, что он видит. Зачем миру прыгать в горячую ванну церкви, если там та же температура, что и в окружающем ее мире? Вы скажете на это, аминь? Бывает, что мир смотрит на христиан, и ему не нравится то, что он видит. Ему не нравится то, что он при этом чувствует. У слов, которые исходят из наших уст, та же температура, что у слов, которые каждый день звучат в мире. Я размышлял об этом в контексте нас как церкви. Когда наш город смотрит на церковь, волна, что он видит? Нравится ли ему то, что он видит? Живем ли мы в нашем обществе так, что мир смотрит на нас, смотрит на нашу церковь и думает, «Мне это нужно? Я тоже так хочу». Вы скажете, аминь? Понимают ли люди, что мы ученики Христа? Видят ли они это? Евангелие от Иоанна 13, глава 35 стих скромно напоминает нам, среди всех возможностей выразить себя и свою любовь, Бог выбирает вас и меня. В целом свою церковь. Аминь. Я не утверждаю, что вы должны всем нравиться, что все должны считать вас прекрасным человеком. У Иисуса были ненавистники, как есть и у нас. Согласны? Но я утверждаю, в нашей жизни должно быть что-то особенное. Когда мы следуем за Христом, со всем пылом, благодатью и радостью, люди смотрят на вашу жизнь и видят что-то другое, что-то привлекательное. Когда мы следуем за Иисусом, Он преображает нас. Отношения с Личностью Господа меняют нас, как людей. Мы становимся другими. Эти отличия должны быть. Мы должны быть другими. Христианская жизнь ненормальна в культуре, которая нас окружает. Жизнь невероятной щедрости ненормальна. Жизнь в благодати, радости, надежде, вере и безусловной любви, она ненормальна. А теперь вернемся к нашим горячим ваннам. Вода в горячей ванне была не той температуры, что должна быть. Мы даже звонили и вызывали наладчики оборудования. Причина была в нарушении соединения между джакузи и нагревателем. У меня есть предположение. Возможная причина того, что Церковь не любит людей так, как призывал нас любить людей Иисус, в том, что нарушено соединение с Источником. Поверхностное христианство не порождает учеников. Я знаю, я пробовал, поверхностные отношения с Богом не порождают учеников. Как нам, как Церкви, как последователям Иисуса, любить так же, как нас возлюбил Иисус. Мне нравится то, что сказано в 5 главе Ефесянам. Это хороший ответ. Здесь сказано, смотрите, что делает Бог, и подражайте Ему. Научитесь должному поведению у своих родителей. Самое главное, что делает Бог, любит вас. Общайтесь с Ним и научитесь жить в любви. Общайтесь с Иисусом и научитесь жить в любви. Смотрите, смотрите, как возлюбил нас Христос. Его любовь была не скромной, а расточительной. Слава Богу, что любовь Божия к вам была не скромной, а расточительной. Он любил не для того, чтобы что-то получить от нас, а для того, чтобы все нам отдать, любить так же. Чем ближе я буду к Иисусу, тем больше я осознаю, насколько сильно Он любит меня. Чем больше я буду понимать, как сильно Он меня любит, чем больше я смогу любить других людей, тем лучше. Нам нужно поддерживать общение с Иисусом. Чем больше я буду понимать, насколько изобильна Его любовь и благодать ко мне, тем больше будет моя способность любить других людей. Иисус очень ясно говорит об этом в Евангелии от Иоанна 13 главе, 35 стихе. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Тут сказано, что важнейший знак христианской зрелости – это то, как мы любим людей. Церковь – это не просто воскресное служение. Церковь будет Церковью, когда мы, покидая это место, будем любить и уважать свою семью, своих коллег и соседей. Нам нужно наблюдать и учиться. Так советует Павел. Наблюдайте, что делал Иисус, и учитесь делать так же. Теперь перейду к очень практичной для нас с вами истории. Это восьмая глава от Иоанна. Возможно, вы уже слышали эту историю. «Женщину поймали на прелюбодеянии». Начнем с третьего стиха. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставив ее посреди, ну, обычно так делает религия, всегда легко показать пальцем и сказать «Ну, как он мог?» И мы тоже часто делаем так же, особенно в соцсетях. Учитель – это женщина, взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Иисус преподает нам важный урок. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. Я думаю, Иисус записывал сокрытые от всех поступки этих людей. Когда же продолжали спрашивать его, он, высклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень. Если вы совершенны, кидайте первый камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус. Он сказал, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто». Единственный, у кого была власть ее осудить, сказал, «И я не осуждаю тебя». Затем он говорит женщине важные слова. «Иди впредь, не греши». Итак, религиозные деятели привели женщину к Иисусу, и первое, о чем он всем напомнил, «Ребята, вы все в одной лодке. Нет совершенных людей. Даже церковь полна лицемеров». Затем Иисус напоминает им, что эта женщина ценна. Что ценность есть в каждом человеке, абсолютно в каждом. В каждом человеке есть ценность. Я молюсь, чтобы мы были церковью, которая не забывает, что Иисус нашел нас в наших грехах, в нашем стыде и унижении. Он показывает нам, что мы имеем для него ценность. Он продолжает видеть в нас эту ценность. И я молюсь, чтобы мы об этом помнили. Чем больше мы это понимаем, тем больше мы будем видеть ценность в каждом человеке. Оценить свое отношение с Иисусом можно с помощью такого вопроса. Что вы видите, когда смотрите на людей? Вы видите ценность, видите потенциал людей. Я с удивлением обнаружил, что я сначала осуждаю человека вместо того, чтобы попытаться увидеть его потенциал. Что мы видим в людях? Я хочу сфокусироваться на практическом шаге, который сделал Иисус. Я верю, что Дух Святой бросает вызов нам, как Церкви, в этой истории. К Иисусу привели человека, который запутался, который оказался в одной из худших в жизни ситуаций. Иисус не обвинил эту женщину, не осудил ее. А что Он сделал? Он проговорил к ее потенциалу. «Иди и впредь не греши». Какое заявление? Возможно, Иисус знал, что она вновь согрешит, она несовершенна. Но Он решил смотреть на ее ценность и говорить о ее потенциале. Я знаю, что вы запутались. Знаю, что вы пытались заполнить пустоту в своей жизни. Бог видит эту пустоту. У Него есть планы, цель для вашей жизни. Я скажу на это «Аминь». Я веду к тому, что Иисус решил ободрить женщину. Мы живем в мире, которому очень нужно ободрение. Очень. Наш мир не склонен любить людей. Он любит критиковать людей, а не любить их. Он любит сплетничать и наносить удары по самым больным местам. Иисус ясно призывает свою церковь, убери свой камень и прими решение вдохновлять людей, видеть в них ценность, говорить к их потенциалу. Начните кого-нибудь вдохновлять. Это отличный совет для нас, как для церкви. Люди посмотрят, им понравится то, что они увидят. Мы не пытаемся угодить миру. Но мы можем отличаться, вдохновляя тех, кто больше всего в этом нуждается. Запишите, кто в этом нуждается. Первое — это вы сами. Порой вам нужно вдохновить самого себя. Если мы знаем, как вдохновлять других, мы знаем, как вдохновить себя. Первая книга Царств, 30-я глава, 6-й стих. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбил душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. У них было большое горе. Армия была очень расстроена. Библия говорит, что люди хотели побить Давида камнями. Дальше сказано, «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего». Давид был обескуражен, расстроен, подавлен, но он укрепился надеждой. Царь Давид напоминает, за свою жизнь вы обязательно столкнетесь с разочарованием и горем. Он напоминает, что бывают ситуации и обстоятельства, в которых остается только ободрять самого себя. Найдите, что говорит о вас Слово Божие, и начните провозглашать это в свою жизнь. Если быть предельно честным с вами, в этот период своей жизни мне вновь пришлось научиться ободрять себя надеждой в Господе. Мне казалось, что в этот период враг особенно сильно хотел меня атаковать, чтобы я усомнился в Божьем призыве и перестал проповедовать. Да, приятно, когда люди вас ободряют, но я не мог жить, основывая свою жизнь лишь на ободрении других людей. Я спросил Бога, что ты говоришь обо мне? Знаете, что я делаю во время хвалы и поклонения? Я укрепляюсь надеждой на Господа. Бог, я не хотел этим заниматься, но ты меня призывал. Поэтому я буду полагаться не на свой дар или мнение людей, но на Духа Святого. Готовясь к этой проповеди, я молился. Бог, сделай то, что можешь сделать только ты. Я хотел выйти сюда и сделать все, что в моих силах, и неважно, скажут ли на это аминь, будут ли меня ободрять, подвергнусь ли я атаке в Инстаграме, я буду проповедовать со всем усердием. Самое главное, я знаю, что Божья атмосфера и Дух Божий будут бросать людям вызов. Я знаю, что Слово Божие никогда не возвращается к Нему тщетным. Возможно, сегодня вам остается только ободрять самого себя. Возможно, Бог пытается научить вас так же, как пытается научить и меня, не зависеть от ободрения других людей, но зависеть от Бога. Церковь, узнаете, что говорит о вас Бог в Своем Слове, и говорите это в свою жизнь. Дух Святой здесь. Я стал отцом чуть больше двух лет тому назад. Я всегда говорю маленькой Лив, что она прекрасна. Но это не все. Я хочу, чтобы она знала, что я о ней думаю. В Слове Божьем очень много сказано о том, что думает о вас Бог. Узнайте, что думает о вас Бог, и говорите это в свою жизнь. Я призван. Я призван. Ты спас меня, и я призван. Я знаю, что для меня есть план и цель. На вашу жизнь есть план и цель. Провозглашайте это в свою жизнь. Бог, ты спас меня. Я запутался, но я рад, что ты по-прежнему видишь во мне ценность. Враг пытается унизить меня и внушить, что я больше ни на что не годен, что ты больше не сможешь меня использовать. Но я благодарю тебя, что твое слово говорит, ты спас меня, и у тебя есть для меня благодать. У тебя есть план для моей жизни. Мало просто услышать это от меня. Начните провозглашать это в свою жизнь. Второе, вам нужно слышать ободрение в своем кругу. Не знаю, как вы, но я заметил за собой такую особенность. Порой мне бывает очень некомфортно и непривычно вдохновлять самых близких мне людей. Хотя это должно быть самое комфортное и естественное действие. Я заметил, что самые близкие мне люди это те, кого я меньше всего вдохновляю. Теперь у нас есть семейная традиция. Собравшись вместе на обед, мы прекращаем лишние разговоры и вдохновляем друг друга. Интересно, когда вы в последний раз вдохновляли кого-то из своих близких? Я не говорю о комментариях и сообщениях в соцсетях. Лицом к лицу. Кого вы в последний раз вдохновляли в кругу своих близких? Кому из ваших близких нужно услышать от вас ободрение? Зачастую мы полагаем, что им это не нужно. Кому это нужно, скажите? Родители, если бы я хотел вдохновить вас сегодня, я не стал бы давать советов о воспитании, ведь я сам стал папой всего два года назад и по-прежнему. Отвлекаю дочь печеньем, когда мне нужно что-то сделать. Но я могу обратиться к своим родителям, как 29-летний сын, у которого уже есть дочь. Если бы я мог вдохновить вас, я бы сказал, что одна из причин, по которой я стою здесь сегодня, у меня есть мама и папа, которые говорили к моему потенциалу, которые видели во мне ценность. Возможно, порой им было трудно, но они не сдавались. Мамы и папы, я напомню вам, что молодежь каждый день сталкивается с негативом, как в школе, так и в соцсетях. Я молюсь, чтобы наши дома стали источником жизни и вдохновения. Говорите к потенциалу чемпиона, которого призывал вас вырастить Бог. И далее. Третье. В нашем ободрении нуждаются незнакомцы. Помните, что женщина не была знакома с Иисусом до момента этой встречи, о которой мы читали. Однако Иисус показал, что не обязательно быть с кем-то закадычными друзьями, чтобы вдохновить их. Очень часто одни из самых мощных моментов вдохновения от Духа Святого происходили с теми, кого вы не знаете. Мы — церковь, вводимая Духом Божиим. Мы верим в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Иисус ушел, чтобы пришел Дух Святой. Мы — вводимы Духом Святым. Когда в последний раз Дух Святой призывал вас ободрить незнакомцев? Я знаю, что порой это странно, но это уже не важно. Когда мы видим в ком-то ценность. И эта ценность имеет самое большое значение. И последний пункт. В Рождество ободрение нужно вашему врагу. Могу выразиться так. Ваше ободрение нужно тому, кто, как вам кажется, этого не заслужил. Религиозные деятели считали, что эта женщина достойна смерти, не говоря уж об ободрении. Иисус очень удивил их, ободрив эту женщину. Он сделал это. Я призываю вас удивить кого-нибудь в это замечательное Рождество. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус. Описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок». Дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас. Благословений вам.